И снова всем здравствуйте! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Щипач» от автора Данаис Ватерлоу. Ссылка на фанфик, конечно же, находится в описании под видео. Также в описании под видео находится много ссылок на мой второй канал с озвучками, на мой влоговый канал, на мою страницу на Boosty, на соцсети. Обязательно зайдите в инфобокс и посмотрите, вам точно будет, что послушать в моем исполнении. Ну и не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых глав нашего фанфика. А у нас глава вторая и «Let's go!» Нью-Йорк, 1989 год. Ченгук стоит в коридоре и считает серые плитки на полу. Абсолютное бесполезное занятие, но очень отвлекает от долгого ожидания. Он находится возле кабинета надзирателя уже достаточно долго, чтобы заподозрить что-то неладное. Юнги вызвали первым, а ему приказали ждать за дверью вместе с двумя оппонентами. Ночью у них случилась очередная заваруха с Ржавым и его приспешником. Эти придурки решили устроить темную сразу после отбоя, чего оба парня никак не ожидали. Все готовились ко сну, а тут начало происходить что-то странное. Сначала их окатили водой из ведра, а потом высыпали что-то сверху, отчего кожа стала липкой. С просонья не сразу соображаешь, что к чему, поэтому им понадобилось несколько секунд, чтобы вскочить на ноги. Но недоброжелатели только этого и ждали, ведь пол был вымазан какой-то скользкой ерундой. Скорее всего, мылом или маслом. Чунгук потерял равновесие и шлепнулся на задницу, больно ударившись копчиком. А Юнги и вовсе упал навзничь на лопатке. Волна возмущения затопила парней, которые сочли слишком подлым такой поступок. Дикий ржач прервался, когда ударом кулака Шуга снес с ног толстяка. Тот шмякнулся, взвыв от боли. — Сука, ты сломал мне нос! — заверещал он, растеряв остатки былой прыти. Тощий тут же попятился назад, когда понял, что поддержка в лице ржавого уже не актуальна. Но Чунгук, ощущая себя гребаным фигуристом на катке, ринулся к нему, навалившись сверху. — Пусти! — кричал пацан. Он был примерно его роста, но отличался особо худым телосложением и сгорбленной спиной. Чунгук в школе много занимался спортом, поэтому преимущество в этот раз было точно на его стороне. Он оседлал мальца и схватил за горло, чуть придушив. Вокруг повскакивали и другие ребята, пытаясь в темноте сообразить, кто где и кого разнимать. В этот момент свет резко зажегся, и в дверях возникла надзирательница Мэган. — Мегера явилась! — зашипел кто-то. — Этим четверым теперь точно кранты. Гук повернул голову, глядя на женщину, которая стремительно приближалась к нарушителям порядка, потом медленно отпустил горло тощего, отчего тот начал кашлять немеренно громко. — Он меня задушить хотел! — конючил парень. — Что? — Чунгук удивленно уставился на вруна. — Это неправда, миссис Грейс! Оценив холодным взглядом масштаб бедствия, она повернулась в сторону двери, бросая на ходу. — Все убрать немедленно! Питер к медсестре на осмотр, остальных жду в кабинете. Гук встретился взглядом с Юнги, который потирал ушибленные костяшки пальцев. Отпор они дали хороший, но, кажется, никто не будет разбираться, кто его начал. Дверь открылась, и из кабинета вышел шугу, мрачнее тучи. — Иди ты следующий! — тихо говорит он, проходя мимо. Кабинет Меган Грейс оформлен в лучших традициях английских аристократов. Попадая внутрь, будто оказываешься в другом мире, а не в обычном кабинете надзирателя Нью-Йоркского интерната. Огромные стеллажи с книгами по бокам от стола сразу показывают, насколько дотошна их обладательница. Корешок к корешку, разложенный по цветам и в алфавитном порядке. Деревянный стол цвета венги кажется слишком огромным для миниатюрной женщины. Она восседает за ним на высоком кресле из темно-красного велюра. Чингук мнется у входа, ощущая себя максимально неуютно. Пока он ждал Юнги и успел сходить в туалет и умыться, оказалось, что это была мука, которая теперь осталась на волосах, свисая слипшимися комками на темных прядях. «Ты здесь всего неделю, а уже столько проблем!» Мегера снимает очки и устало трет глаза. «Неужели нельзя спокойно дождаться своего распределения?» Раздраженно говорит она. А Чингук не знает, что ответить. «Он никогда не был стукачем, да и сейчас не планировал жаловаться на ржавого его дружка. Пусть сама разбирается». «Так и будешь молчать?» Гук пожимает плечами, глядя под ноги. Паркетная доска выложена ровной елочкой и покрыта темным лаком. Пол настолько идеально чист, что парень невольно смотрит на свои ботинки, переживая, не наследил ли. «Завтра придут твои документы. Займусь твоим распределением в первую очередь. Но бумажная волокита может затянуться, а драки мне не нужны. Еще один такой выпад придется отправить тебя в другой штат». «В другой штат?» Испуганно переспрашивает Гук. «В Оклахому. Там очень строгие правила. Таких дручунов быстро приструняют. Мне проблемы не нужны, Чон-Чон Гук». «Не нужно в Оклахому», – просит он, не желая покидать Нью-Йорк. «Я больше не доставлю проблем, обещаю». Мин сказал то же самое. «Ну что ж, посмотрим», – хмыкает она. «Пригласи остальных двоих». Чон-Гук выходит из кабинета и первым делом смотрит на Ржалова. Вид у него скверный, потому что у Юнги оказалась охренеть, какая тяжелая рука. Вмазал он ему так смачно, что под глазами уже начали проступать синяки. А из ноздрей торчали смешные ватные турунды. «Че зыришь, придурок?» – гнусава спрашивает толстяк. Гук мотает головой, пряча улыбку, и кивает в сторону кабинета. «Вас ждут». Вернувшись в спальню, он помогает парням прибраться и вымыть скользкий пол. «Это ж надо было додуматься маслом полить», – возмущается парнишка, вызвавшийся на подмогу. «Это потому, что у Ржалова бабка здесь поваром работает. Ей опеку не дают, но она вот так его пристроила к себе поближе. Откуда, думаете, у него мука и масло?» «Да уж», – гук протирает пол уже четвертый раз, но все равно скользко. Возвращается Питер с тойщим дружком по имени Айзек. «О, молодцы, уже прибрались», – гнусит толстяк. «Перестилай наши постели, говнюк», – цедит юнги. «Хе, схрена ли?» – выпитив живот, нагло смотрит тот. «С рояля», – рыкает юнги. Кажется, конфликт снова может перерасти в драку, а в памяти гука все еще свежая информация про Оклахому. Он наклоняется к шуге и шепчет. «Я планирую сегодня сбежать отсюда нахер». Юнги вопросительно смотрит на нового друга и кивает, мол, «я с тобой». Молча сдирает мокрое белье с постели, и Чунгук следует его примеру. Ржавый, кажется, доволен, поэтому отступает, заваливаясь на свою койку, которая со скрипом провисает от тяжести тела. Гук и Шуга идут в душ, чтобы смыть остатки засохшего безобразия на волосах и коже. Чунгук стоит перед раковиной, глядя на себя в зеркало. «Прошло всего семь дней, а кажется, будто целая вечность. Ему даже не дали попрощаться с мамой, проводить ее в последний путь. И за это время что-то сломалось в том добром и тепличном мальчике. Его учили честности и порядочности, но в новом мире для этого, кажется, нет места. Здесь нужно выживать, рвать зубами, за право иметь место под солнцем или хотя бы за обычную безопасность. Той жизни больше не будет. Того Чунгука тоже. Рядом стоит Шуга, вытирая синим махромым полотенцем. Он коренастый и ненамного выше его. Взгляд парня выдает в нем прожитую боль и разочарование в людях. «А ты сам откуда?» Вдруг спрашивает Гук. «Тэгу, Южная Корея». «О, вот это да! А тут как очутился, удивляется он. Да доверился одному парню, а меня в итоге хотели продать в секс-рабство. Я уже устал сбегать, думал пристроить семью и, может, заживу нормально». «А родители где?» «Ой, про них лучше не спрашивай». «А ты тут как оказался?» Чунгук рассказывает грустную историю о своей матери и несправедливом решении опеки. «Да я бы спокойно жил с мистером Гу. Не понимаю, почему в этом мире такие идиотские законы!» Возмущается он. «Ну, пока ты несовершеннолетний, себе не принадлежишь. Всегда найдется тот, кто захочет распорядиться тобой», — обреченно говорит Юнги. «Ты здесь лучше все знаешь. Реально сбежать вообще?» Промакивая лицо, интересуется шепотом Гук. «Реально? Даже проще, чем ты думаешь?» Улыбается Шуга в отражении зеркала. «И?» Парень наклоняется ближе, переходя на тихий шепот. «По утрам приезжает машина с продуктами. Нам главное миновать кухню и прошмыкнуть в фургон. После разгрузки там полно пустых ящиков». «А если поймают?» — зачем-то спрашивает Чунгук. «Ну, тогда нам светит гребаная Клахома». После их возвращения еще минут сорок все укладываются, перешептываясь, и вскоре и вовсе затихают. Парни договорились через три часа пойти на кухню, пока никто из поваров не проснулся, и спрятаться в кладовой, которая соединялась с отдельным выходом на улицу, куда и должен был приехать в фургон с продуктами. Проблема была в том, что кухня закрывалась на замок, но ключ точно имелся у ржавого, и им предстояло найти его без лишнего шума. За окном забрежил рассвет, поэтому нужно было поторопиться. Юнгев вызвался лично открыть тумбочку толстяка для поисков заветного ключика. Скрип дверцы был очень не кстати, отчего у Гука заколотилось сердце. — Давай быстрее! — шикает он, переживая, что их сейчас заметят. — Блин! — ругается ее Юнге. — Что за дерьмище он тут хранит? — Нашел? — Нет! — обреченно отвечает Шуга. — Стой! — Гук смотрит на вздымающуюся грудь Питера и замечает свисающий шея ключ на шнурке. — Гляди-ка! — указывает на него. — Вот ведь черт! — Ругается. — А ножницы есть? — шипет Юнгук. — Погоди, у него в были в тумбе, кажется. — Роется снова, победно доставая небольшие ножницы для маникюра. — Помоги мне! Гук осторожно пробирается ближе, натягивая шнурок, а Юнги пытается разрезать. Толстяк резко схрапывает, и Шуга от неожиданности чуть не роняет ножницы на пол. — Осталось немного, давай же, пока он не перевернулся. Пара движений помогает достичь нужного результата, и небольшой ключ Гук тут же прячет в карман. Поворачивается к выходу и встречается взглядом с одним из парней, который помогал убираться. От неожиданности он замирает, думая, что тот сейчас поднимет шум и сдаст их с потрохами, но тот прикладывает палец к губам и вылезает из-под одеяла. — Можно с вами? — смотрит умоляюще. Чунгук вопросительно переглядывается с Юнги. Времени на беседы нет, поэтому они кивают одновременно. Страх быть пойманными гонит их по темному коридору. Чунгук вообще здесь не ориентировался, поэтому слепо двигался за ребятами. Когда они оказались возле большой металлической двери, Шуга попросил у него ключ. Замок подался не сразу, а уже после все трое прошмыгнули в приоткрытую щель, тут же прикрывая дверь. Двигались почти бесшумно, направляясь к кладовую. — Теперь понятно, почему ржавый такой бегемот, — хихикает их новый спутник. — Небось, ежедневно тут зависал, пожирая припасы. Комната не заперта, поэтому им удается без труда расположиться в самом дальнем ее углу. Юнги достает фонарик и светит на полке. — Подержи. Протягивает сумку Чунгуку. — Раскрой и следуй за мной. Кидает пару батонов сырокопченой колбасы, две буханки хлеба, небольшой кусок сыра, три яблока, несколько пачек печенья и пакет с орехами. — Ты что, на войну собрался? — удивляется Гук. — Нам не дотащить все это. — А ты думаешь, там на улице тебя кто-то пригреет и накормит? — шепчет Шуга. — Там мы никому не нужны. — Поедем к мистеру Гу, он приютит точно. Но до него еще добраться нужно. — Верно, немного провианты не помешает, — добавляет парень. — А как тебя зовут? Чунгук пытается разглядеть его получше в свете фонаря. — Каспер Янг. Рот растягивается в белозубой улыбке. Чунгук всегда судил о людях по первому впечатлению. Если человек говно, так это сразу видно. Каспер ему с первого взгляда понравился. Светлые кудрявые волосы хаотичными барашками торчали в разные стороны, а явная лопоухость совсем не портила его внешность, а скорее добавляла индивидуальности. — Чунгук, ну или просто Гук. Он протягивает руку, зажимая увесистую сумку подмышкой. — Ну, со мной ты уже знаком. — Кас, рад, что ты с нами. Юнгий хлопает парня по плечу. — А как долго ждать фургон? — спрашивает Гук. — Че-то я очкую, — шепчет Каспер. — У меня нет часов. Но уже довольно светло, так что думаю, совсем скоро. Шуга смотрит в окно и задумчиво щурится. Сидеть им пришлось недолго, потому что в кладовую вошла полная женщина в белом фартуке и открыла дверь, выглядывая наружу. — Сегодня будет дождь, — изрекает она и, напевая веселую песенку, скрывается на кухне. Открытая дверь манит парней, но они прекрасно понимают, что без фургона им не выбраться за пределы территории интерната. Охрана здесь довольно строгая. Слышится шорох гравия под колесами, и ребята затихают в самом дальнем углу, спрятавшись за стеллажом. Женщина возвращается и о чем-то долго беседует с водителем. Она идет впереди, а за ней мужчина несет несколько ящиков с овощами. — Ставь сюда, Майкл, — говорит она. — Там еще консервы. Их сама разложишь? — Ну, не тебе же этим заниматься, — смеется она. Он тащит большую коробку и ставит на пол. Ловкие женские руки извлекает одну банку за другой, расставляя на нужные стеллажи. — Так, томатный суп. Она идет в конец, где притаились юные беглецы. Чингук смотрит испуганно, потому что его лицо прямо за той полкой, куда она ставит высокие металлические банки. — Я сейчас сдохну от страха быстрее, чем сбегу. Разгрузка длится еще минут двадцать. При этом водитель женщины мило шутит и смеется. — Пойдем на кухню. Угощу тебя шикарными булочками. — Не могу устоять перед твоей стряпнёй, Лили. Мужчина картинно вздыхает и следует за ней. Вот он. Их единственный шанс. Другого точно не будет. Поэтому вереницы они крадутся к выходу, стараясь действовать максимально тихо. Задняя дверь фургона болтается и хлопает от ветра. Юнги придерживают ее рукой и машет ребятам. Когда все трое сидят внутри, спрятанные под брезентом, у Ченгука чувство страха никуда не уходит. Да, они на пути к свободе, но еще не за пределами ненавистного интерната. Дверца громко хлопает, и слышится приглушенный голос водителя, который прощается с поварихой. — Кажется, не заметил, — выдыхает Каспер. — Тссс! — шикает Юнги. Автомобиль трогается достаточно резко, и парни заваливаются друг на друга, как домино. — Черт! — ругается Гук. — Ты мне ногу отдавил! Они едут довольно долго, периодически останавливаясь, скорее всего, на светофорах. — Надеюсь, он не оставит нас тут запертыми. Чунгук начинает нервничать. — Да, изнутри мы дверь никак не откроем, — подхватывает Кас. — Да заткнитесь вы оба, я слушаю, — шипит Шуга. Ребята переглядываются и затихают. Фургон замедляется и вскоре останавливается вовсе. — Если откроется дверь, приготовьтесь бежать. Причем очень быстро, — тараторит Юнги. — И не в рассыпную, как тараканы, а за мной, а то потом не найдем друг друга. Лучше держаться вместе. — Хорошо, — соглашается Гук. Но дверь так и не открылась. Ни через час, ни через два. — Я уже ссать хочу, — стонет Каспер. — Терпи, солдат, — подкалывает его Шуга. И хотя самому уже не до шуток. Юнги осторожно выбирается из укрытия, подходит к двери, дергая ручку изнутри. — Бля, заперто, — тянет он. Неожиданно дверь открывается, и на него смотрит круглолицый мужчина в очках. Реакции Юнги не занимать. Он ногой пихает того в грудь, глядя, как мужчина падает навзничь. — Валим! — кричит он. Чунгук чуть не забыл сумку с продуктами, схватил в последний момент, прижимая груди. Вылетает вслед за Шугой, перепрыгивая через водителя. Оглядывается назад, убеждаясь, что Каспер не отстает. Юнги бегает очень быстро. Парни едва поспевают за ним и падают на землю в паре кварталов от места парковки, завернув в какой-то неприметный переулок. — Тебе нужно в Олимпийских играх участвовать, — хрипло говорит Чунгук. Юнги сидит, привалившись в стене, дышит глубоко, прикрыв глаза. — Эй, ты в порядке? — Каспер трогает его за плечо. Шуга открывает глаза и улыбается. — В полном! Иди, отлей! Или уже расплескал по дороге? — подкалывает товарища. — Да уж точно чуть не расплескал, — смеется он. Чунгук достает книгу из-за пазухи, проверяя, на месте ли мамина фотография. — А на какой мы улице? Юнги смотрит по сторонам в поисках таблички. — Гринвич Вилледж, — говорит Чунгук. — А лавка мистера Гу где? — спрашивает Шуга. — В Бронксе. — Далековато, — присвистывает Каспер, застегивая ширинку. — К вечеру доберемся, — оптимистично говорит Чунгук. — Эй, как ты себе это представляешь? Глянь на нас! — Шуга указывает на казенную серую форму. — Придется передвигаться ночью. Наверняка нас уже ищут. — А, точно, я про это и не подумал как-то. Чунгук чешет затылок. — Нужно найти укромное местечко и пересидеть до темноты, — предлагает Каспер. И они дружно прячутся в одном из кварталов, сидя под небольшим козырьком полуподвального входа, полной надежд, наконец, начать свободную и счастливую жизнь. Глава третья. Нью-Йорк, 1989 год. Чунгук ловит себе на мысли, что конец августа — это очень хорошо, иначе они бы окоченели, добираясь до Бронкса. В предрассветной тишине начинают щебетать редкие городские птицы и шуметь клаксонами автомобиля. Три парня стараются шутить и подбадривать друг друга. — А ты не думал, что тебя, скорее всего, придут искать именно к мистеру Гу? — вдруг спрашивают юнги. — И правда, — Каспер останавливается, — они же нас вычислят два счета. — Он единственный взрослый человек в Нью-Йорке, на которого я могу положиться. — Но мы не будем торчать у него в лавке, мы же не идиоты, — парирует Гук. На самом деле про это он вообще не думал. Главной целью было добраться до места назначения, а там уж они вместе что-нибудь придумают. — А у твоей мамы не было сбережений? А квартира вообще чья? — любопытствует Каспер. — Не знаю. Может, и были, но разве их найдешь? Наверняка уже все перерыли и забрали. А квартира была в аренде. Гук перепрыгивает через лужу. — А ты сам чей будешь? Говор у тебя странный. — Да нет, я местный. Просто растил меня дед, а он родом из Германии. Вот и небольшой акцент отсюда, — поясняет он. — Деда не стало и тебя сразу в интернат, — уточняет Чунгук. — Угу. Через дорогу виднеется знакомая вывеска, но, приближаясь, Гук начинает нервничать. Дверь опечатана, а вход загораживает красно-белой лента. — А это что за ерунда? — протягивает удивленный Чунгук. — Кажется, лавочку прикрыли. Обреченно говорит Шуга. — Ну, это невозможно. Гук подходит к стеклянной двери и заглядывает внутрь. Никаких признаков присутствия владельца. — Может, он уехал? — говорит Каз. — Нет, парни. Если такая хрень висит на входе, то значит, что хозяин либо арестован, либо отошел в мир иной. — Но мистер Гу, он не мог умереть, — качает головой Чунгук. — Этого мы не узнаем. — Наведаемся сюда через пару дней. — Юнгий тянет парня за рукав. — Пойдем. Это слишком небезопасное место. Зря мы вообще сюда перлись через весь город. — И куда нам теперь? — растерянно шепчет Гук. — На вокзал. — Слышал, там беспризорники могут найти убежище, но в такой одежде передвигаться просто нельзя. — Шуга оглядывает себя и своих товарищей по несчастью. — Мы жили в этом же доме. Если ключ все еще в тайном месте, мы сможем зайти и хотя бы переодеться в мою одежду. — Да рискованно, но выбор невелик, — говорит Юнгий. Ключ от квартиры и правда лежал под цветочным горшком на подоконнике последнего пролета при подъеме на их этаж. Дверь тоже оказалась опечатана, поэтому пришлось сорвать ленту, нарушая закон. Чунгук с одраганием сердца открыл ее и сразу почувствовал запах их уютного дома с примесью корицы и сжженного сахара. Мама каждые выходные делала для него леденцы. Тяжелый вздох. — Проходите, парни, сейчас подберу для вас что-нибудь приличное. Правда, размер обуви у меня с вашим явно не совпадает, так что уж извините, придется вам пока ходить в казенных ботинках. — Не страшно. Обувь не так привлекает внимание, как одежда, — говорит Юнгий. — Уютненько у вас. Чунгук старается не давать воли чувствам, молча следует в свою комнату. — Конечно же, там все перетрясли, будто что-то искали. Суки. Он копается в собственных вещах, откладывая то, что может подойти его новым друзьям. Вспоминает про свою копилку в виде стеклянного куба и без сожаления разбивает ее, выгребая накопления. Этого мало, но на первое время хватит. Переодевшись, парни теперь выглядят как обычные подростки, а они сбежавшие из приюта сироты. В холодильнике еще остались кое-какие продукты, поэтому Чунгук складывает все в рюкзак, где уже лежит стопка нижнего белья, несколько пар носков, зубные щетки. Благо, мама всегда покупала недорогие наборы для гостей и расческа. — Нужно уходить быстрее, потому что в первую очередь придут сюда, — торопит его юнги. Чунгук закрывает дверь, поворачивая ключ четыре раза, и прячет его в карман. Скорее всего, он сюда не вернется, забирает просто на всякий случай. Они спускаются с четвертого этажа и выходят на улицу. Полицейский автомобиль стоит прямо у входа. Заметив его, Гук резко разворачивается и толкает парней обратно. — Черт, там копы! — шипит он. — Тут есть другой выход на внутренний двор. Скорее туда! Он огибает ребят и несется по коридору, толкая деревянную дверь. Бежать, сломя голову, встречая даже редких прохожих, — непростительная оплошность. Они должны выглядеть максимально естественно, поэтому, надвинув козырек бейсболки на глаза, спокойно идут через двор. — А теперь куда? — шепчет Каспер. — Через проход соседнего дома мы попадем на параллельную улицу. А потом доедем до центрального вокзала, — быстро поясняет Гук. Ощущение постоянного преследования не покидает их даже в автобусе. Они оглядывают каждого пассажира, думая, что вот этот странноватый мужик уж точно следит за ними. Но ничего такого не происходит. Люди входят и выходят на своих остановках, топчутся в проходе, покачиваясь из стороны в сторону, читают утреннюю прессу и абсолютно не обращают внимания на трех притихших ребят. А центральный вокзал словно портал, через который человек попадает из одного места в другое. Люди делятся на тех, кто провожает и кто встречает. Улыбаются, обмениваются рукопожатиями и крепкими объятиями. А кто-то стоит указ в длинной очереди за билетом. Тихие разговоры, стук колесиков чемоданов, аромат кофе и металлический голос из динамика. Вот она, вокзальная атмосфера, в которую нырнули юные беспризорники, словно в омут. Когда тебе всего тринадцать, мир таит себе столько опасностей, что приходится набивать одну шишку за другой, нарабатывая жизненный опыт, порой уж слишком высокой ценой. Нью-Йорк, 1992 год. Чунгука сажает неприметный автомобиль, толкая в спину дулом ствола. Не столько больно, сколько неприятно. Он поворачивается назад и сверляет тамбала злым взглядом. Только тронь меня еще раз. Погрузившись в полумрак автомобильного салона, он судорожно размышляет о своей участи. Как-то странно все вышло и совсем не похоже на рассказы о том, как попадают в пресловутые Габо. Хотя, наверняка, никто и не знал, кто стоит за этой организацией. Огни ночного города пролетают мимо. Чунгук все дальше от вокзала и своей банды. Юнги точно не поверят, что он покойник. Будет его искать, поэтому нужно будет изловчиться и послать ему весточку, чтобы не волновался. Для него уход Чунгука будет невосполнимой потерей. Потому что за три года они стали почти братьями. Автомобиль останавливается возле невысокого кирпичного здания. Дверь открывается и его просят выйти. Чунгуку не очень хочется получить пулю в лоб, поэтому он покорно следует за провожатым. На входе в здание тоже толпится охрана. Мужчины переговариваются, кажется, на корейском. Темноволосый кивает в сторону Чунгука и указывает на левую дверь. Все похоже на какой-то сценарий дешевого боевика. Правда, мысли то и дело возвращаются к реальности. Мог ли он подумать, что именно так закончится его сегодняшний день? Еще с утра они с Юнги строили планы на будущий месяц и хотели переселиться в другое место, попросторнее и понадежнее, подтянуть больше ребят и наладить систему. Шуга там, наверное, с ума сходит. Почему-то Чунгук больше переживал за чувства друга, чем за собственную жизнь. Они идут длинными коридорами, постоянно куда-то заворачивая. Создается впечатление, что это нарочно придумано, чтобы никто не смог повторить путь этих чертовых лабиринтов. Наконец они останавливаются у металлической двери с тяжелым засовом. Один из качков поднимает его, освобождая проход. Помещение небольшое, футов сорок, без намека на окна. В углу скучает одинокий матрас по соседству с унитазом и раковиной. «Пока здесь посидишь», — коротко говорит один из мужчин. На их фоне Гук кажется совсем уж щупленьким юношей. Он снова мысленно уверяет себя, что сопротивляться такой компании — просто самоубийство, и придется подчиниться. Молча усаживается на импровизированную кровать в позу лотоса, показывая всем своим видом, что совершенно не планирует побег. Амбалы мнутся пару секунд, снова переходя на другой язык, и выходят, заперев Чунгука снаружи тем самым засовом. «Спасибо, что хоть свет не выключили». Он оглядывает помещение. Кроме этой двери вариантов выхода нет. Под потолком небольшая вентиляционная решетка, но в нее даже голова не пролезет. Матрас застелен чистым постельным бельем и серым вязаным покрывалом. В комнате пахнет хлоркой и чем-то еще. Чунгук тянет носом и содрогается. Он вдруг понимает с ужасом, что это запах крови. Тошнота подбирается к горлу, поэтому приходится подойти к раковине и умыться ледяной водой, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Вполне вероятно, что кто-то просто прикрылся Гобо, и его вообще привезли совсем по другому вопросу. Но кому мог понадобиться карманный воришка шестнадцати лет? Да, он был ловкий и смелый, всегда выходил сухим из воды и ни разу не был пойман полицией. Да как же я мог попасться сейчас? Зачем пошел с ними? Ощущение подвоха все не покидало его, но оставалось лишь буравить взглядом стену и ждать, когда за ним соизволят прийти. Карманные часы показывали, что прошло уже более трех часов. Чунгук не выдержал и прилег на матрас, пытаясь отвлечь себя от мрачных мыслей. Неожиданно за дверью послышался шум, после чего она открылась и в помещение вошли трое. Два тех самых амбала, что он наблюдал ранее, и незнакомый мужчина в строгом костюме. — Вставай, Щипач, тебя ждут, — коротко сказал он. Два раза приказывать не пришлось, потому что Гук вскочил сразу же. Снова лабиринты коридоров и петляющие повороты останавливаются слишком резко возле неприметной двери. И как они вообще здесь ориентируются? Его легонько подталкивают вперед. Чунгук входит в помещение и оглядывается. Такую роскошь он видел разве что в кино. Да и ту несколько раз. Ощущение, что попадаешь в какую-то параллельную реальность. Первое, что бросилось в глаза, это большая хрустальная люстра, свисающая с потолка. Обои с золотистым тиснением, тяжелые портьеры из бархата и массивная дорогая мебель из красного дерева. Все это никак не вязалось с невзрачным коридором, по которому его только что вели. Справа от окна стоит диван с каретной стяжкой в тон штором, где сидит очень симпатичный мужчина, закинув ногу на ногу. Смотрит внимательно, оглядывая парня с головы до ног. Ощущение неловкости затягивается, поэтому Гук первым решается нарушить молчание. «Добрый вечер», — вежливо кивает. На него смотрит прищуренно, пухлые губы касаются края бокала с Макоя Хайбл. «Моложе, чем я думал», — тянет мужчина. Гук неловко переминается с ноги на ногу, не понимая, к чему все эти оценивания его внешности. Если это воровская престижная группировка, то лидер должен был быть в возрасте, а этому было не больше тридцати пяти. «Это минус?» — не выдерживает Гук. «Не думаю», — усмехается мужчина. «В каждом минусе есть свой существенный плюс». Он был явно корейского происхождения. Ченгук это понял с первого взгляда. Многие американцы и европейцы не различали азиатов, объединяя всех в одну узкоглазую коалицию. Но азиат всегда мог без колебаний определить, кто перед ним. Ченгук направляется вперед, но чувствует, как его удерживают за локоть. Мужчина лишь делает легкий жест рукой и хватка ослабевает. «Присаживайся, Ченгук. Он знает мое имя?» Гук искренне удивлен, потому что уже давно его имя нигде не фигурировало. Более того, он даже вычитал статью в газете, где было написано, что в Гудзоне нашли останки троих подростков, предположительно сбежавших из интерната. «Их точно уже никто не искал, поэтому странно было слышать от незнакомого человека его настоящее имя». Вижу, ты удивлен. Еще не научился маскировать эмоции, но это поправимо. «Приходит с годами», — улыбается собеседник. «Мальчики, покиньте нас». Ченгук оборачивается на качков. Те мнутся в нерешительности, но все же выходят из помещения, прикрывая дверь до характерного щелчка. «Глупо было думать, что подросток сможет нанести какой-то существенный вред мужику в два раза старше себя». «Не скрою, удивлен», — медленно говорит Ченгук. «Что вам от меня нужно?» «Присаживайся», — он кивает на соседний диван. «Сейчас принесут ужин». Гук садится, утопая в мягких подушках, смотрит на мужчину и пытается раскусить его намерения. «Не нужно никакого ужина, давайте сразу к делу», — говорит он. «Какой нетерпеливый», — смеется тот. «Но мне это нравится». Ченгук морит брови и теребит край рубашки. «Не вижу смысла вести с вами светские беседы. Позвольте узнать, для чего я здесь». «У тебя большая миссия», — коротко говорит он. «Вот как? И какая же?» — удивляется Гук. «Я отобрал тебя из сотни претендентов, но никогда не общался и не видел. Теперь убедился лично, что ни капли не ошибся». «Отобрали для какой цели?» — не унимается Ченгук. «Но тебя же сказали про Габо». «Да». «Так вот, я ее основатель». Мужчина встает с дивана и подходит к парню, протягивая руку. «Ким Нам Джун». Он встает и робко пожимает чужую мужскую ладонь. «Чен Ченгук», — коротко говорит он. «Хотя вы уже и так знаете это». «Поверь, я все про тебя знаю. Глаза Нам Джун окажутся добрыми и в то же время опасными». «Ченгук очень не любит такое ощущение, когда хочешь довериться, но не можешь, потому что интуиция сигнализирует, что есть опасность». Приходится улыбаться больше из вежливости, скрывая искренние эмоции. «Я совершенно обычный парень из Бронкса, лишившийся матери в 13 лет. Так случилось, что судьба занесла меня на вокзал, где пришлось учиться выживать. Может, я и пошел неправильной дорогой, но выбор был невелик», — тихо говорит Гук. «Не стоит стыдиться своего прошлого». Его ладонь накрывает Ченгукова плечо. «В жестких условиях ты смог не только преуспеть, но и стать самым лучшим». Нью-Йорк, 1989 год. Парни нашли укромное местечко благодаря общительности Юнги. Он ушел на разведку, а когда вернулся, то улыбался и был полон надежд, что все не так уж плохо. «Я познакомился с одним парнем. Идем». Он машет стороны железнодорожных платформ. «А куда ты нас ведешь?» — удивляется Каз. «Доверьтесь мне». Шуга уверенно спрыгивает с платформы и подныривает под бетонную плиту. Ребята следуют за ним, потому что выбора, собственно, и нет. Создается ощущение, что здесь совершенно другой мир. Могли ли пассажиры, находящиеся на центральном вокзале Нью-Йорка, подумать, что в его недрах существует целая вселенная из беспризорников, прячущихся в тайных проходах и лабиринтах привокзальных площадей. С потолка капает и пахнет сыростью. Приходится сильно нагибаться, чтобы продвигаться вперед. Но Юнги уверенно ведет за собой остальных. Чунгу в какой-то момент больно ударяется головой о бетонный выступ и ругается. Сзади идет Каспер, который ободряюще хлопает по спине, сочувствуя другу. Вдали, наконец, виднеется тусклый свет. Перед ними открывается пространство, где каждый участок поделен на сегменты. Затклый запах немытых тел и тряпья ударяет Чунгуку в нос, отчего он брезгливо зажимает лицо ладонью. Реальность оказалась куда хуже, чем он предполагал. Неужели вот здесь им предстоит жить? И на сегодня это все. Друзья мои, продолжение следует. Не забывайте, дорогие мои, что каждый вечер на этом канале я выхожу в прямые эфиры. Конечно же, с радостью с вами пообщаюсь. И с вами была Маруся. И до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok